Приветствую вас и условно вашу проблему можно разделить на несколько частей. Первая часть состоит из следующего. Вы говорите, что я с детства боюсь и стесняюсь врачей. Страх. Это мистическое представление, не отображенное в интеллекте. То есть, чего именно вы боитесь, чего именно вы опасаетесь, почему это вызывает у вас панику, с чем это связано. Понимаете, вы будете бояться врачей до тех пор, пока не будет ясно, пока не будет понятно, качественно понятно, что именно, какой именно негативный фактор стоит за этим вашим страхом. То есть, страх что-то прикрывает. Страх это защитная реакция. Страх это инстинкт самозахранения. А вот, что именно этот инстинкт самозахранения пытается купировать, нужно понять. Потому что этот инстинкт самозахранения, условно говоря, запускает некая нежелательная реакция, точнее, некое, я бы сказал, знаете как, нежелание наступления определенной реакции, определенных обстоятельств. Вот так. Соответственно, нужно определить, что же, собственно говоря, вы не хотите. Чего же, собственно говоря, вам не хочется, чтобы наступило. То есть, чего вы боитесь, от чего вы бежите. Вот это и нужно вам для себя понять. Далее. Ну, то, что это произошло в детстве, очевидно, накладывает определенный отпечаток. И определенный отпечаток этот связан с тем, что в детстве это все эмоции, все впечатления, все переживания более яркие. Соответственно, нужно вернуться туда в то время, когда вы перешивали этот момент, и заново его перешить. Только уже сейчас, в данный момент, в данное время, с учетом вашего опыта, с учетом вашего взрослого восприятия мира, жизни и так далее. И вы увидите, что особо страшного ничего нет. Далее, то, что вы стесняетесь. Стеснение есть, конечно, другой, более важный момент. И связан он, по большому счету, с тем, что вы не принимаете какие-то части себя. То есть, вы не принимаете, например, саму профессию врача. Вы не принимаете, в частности, специальность того врача, к которому вы обращаетесь. Возможно, вы не принимаете что-то в себе. То есть, стеснение, стеснение. Вот что значит стеснение? Стеснение – это нежелание признавать у себя наличие чего бы то ни было. Какие-то кака-то может быть. Особенности каких-то тоже может быть. Чего-то еще. И вот с этим вам нужно, так же, на мой взгляд, разбираться. Во-первых, определить, что именно вы для себя не принимаете. То есть, что именно вы отказываетесь принимать в себе. Какую часть себя вы не принимаете. Далее. Подумать, что это за часть. Что это за характеристика. Что это за структура, которую вы отказываетесь себе принимать. Является ли она чем-то узконегативным. Или является продолжением ваших, скажем так, ваших сильных сторон. То есть, того, что делает вас, ну, например, уникальным. Уникальным в своем роде. Если это является продолжением того, что делает вас уникальным, то тогда необходимо для себя же определить важный момент. Какой стоит блок на пути принятия части себя. Откуда вы взялись, что принимать себя вот в этой именно части нельзя? Откуда взялось это убеждение? Может быть, из общественного мнения? Может быть, из-за отношений с родителями и так далее. А далее стоит подвергнуть анализу вашей отношения с родителями. Простите, с чем они связаны? Простите, почему у родителей был такой взгляд? Какая у них была мотивация доносить до вас этот взгляд? И так далее. Ваша стеснительность, а также страх, особенно в детстве, вполне мог проявляться еще и потому, это, мне кажется, тоже очень важно, что не было достаточно полного выражения переживаний. Достаточно полного отражения этих переживаний в реальной среде. То есть неприговоренность того, что вы испытываете. Неприговоренность того, что вас волнует. Вот это, пожалуй, и является основными причинами, и они же являются основными средствами для того, чтобы преодолеть ваш страх и стеснительность. Но если говорить про средства, если говорить про средства, то уже сейчас вы можете задавать себе вопросы, наступило ли то, чего вы боитесь. реально, то есть если вы чего-то боитесь, то наступило ли это. И, соответственно, ну, соответственно, вы будете таким образом постоянно себя, как бы, одергивать от некого такого, знаете, вы будете одергивать себя от некого затягивания, вот в эту вот рутину страха. То есть вы задаете себе вопрос, вы рационализируете свой страх, и тем самым он отодвигается на, ну, на, на задний план. Так вы понимаете, что оснований для него у вас нет. Так вы спрашиваете, наступило ли то, чего я боюсь. А что я буду делать, если это наступит? Каковы будут мои действия? То есть нужно подготовиться к этому. Нужно подготовиться хотя бы, ну, визуально, хотя бы, воображение, проработать возможные, возможные, ну, возможные поведенческие модели вашей, вашей реакции. Вот. Значит, это то, что вам можно делать. Это то, что вам реально можно сделать. И мне бы хотелось, чтобы вы все-таки, ну, может быть, проработали свои проблемы, вот те сферы проблем, которые я опишал в личном режиме с психологом. Ну, а если не хотите, то тогда постарайтесь самостоятельно поработать над тем, что я вам сказал. Самостоятельно тоже можно прийти к определенным результатам, только, пожалуй, с большим запрятами времени, потому что, ну, вы же субъект, а есть фиши, которые самостоятельно осознать, к сожалению, нельзя. Это все. Надеюсь, что помогло вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, а буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи!